Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью». С вами я, Наталья Чемидова, и гость нашей программы, заместитель начальника управления Росгвардии по Республике Калмыкия, полковник Андрей Медведев. Андрей Алексеевич, здравствуйте! 27 марта отмечается День войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Скажите, что это за структура Росгвардии и какие задачи выполняют росгвардийцы? Андрей Алексеевич, здравствуйте! Центры управления, а также подразделения, связанные с подготовкой специальных отрядов быстрого реагирования, отрядов мобильных, особого назначения Центра реализационной и решительной работы и государственного контроля, а также вневедомственной охраны. Все вот это составляющее, что ранее было в МВД Российской Федерации и составило Федеральную службу войск Национальной Гвардии. Сама Федеральная служба войск Национальной Гвардии для своего качественного выполнения поставленных задач имеет в каждом субъекте Российской Федерации управление Росгвардии. На территориях некоторых субъектах имеются также соединения и воинские части, которые выполняют поставленные служебно-боевые задачи. Структуры Росгвардии и ее предназначения направлены, во-первых, на государственную и общественную безопасность, а также на защиту прав, конституционных интересов граждан и общества Российской Федерации. В состав нашего управления Росгвардии по республике Калмокия входят подразделения СОБР, ОМОН, вневедомственной охраны, реализационно-решительные работы и имеются по категориям как военнослужащие, так и сотрудники полиции, которые добросовестно выполняют обязанности. Задачами же в настоящее время войск Национальной Гвардии, они определены указом президента, являются это участие совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Охрана важных государственных объектов, специальных грузов, а также коммуникации, участие в территориальной обороне Российской Федерации, борьба с экстремизмом, терроризмом, охрана общественного порядка, а также обеспечение деятельности федерального государственного контроля за соблюдением учета оружия, за деятельностью частных охранных предприятий. Все этим занимается Росгвардия. В рамках этого дня, дня войск Национальной Гвардии Российской Федерации, какие мероприятия проходят у нас на территории республики? На территории республики в рамках проведения дня, посвященных образованию войск Национальной Гвардии, проводились уроки мужества с учащимися в средних образовательных учреждениях. Были проведены два дня, это как дни открытых дверей, одно на территории нашего управления и одно на территории Федерального государственного казенного учреждения, отдела недостнохраны по республике Калмыкия. В ходе данных мероприятий было знакомство студентов, учащихся в средних образовательных учебных заведений, с историей служебно-боевой деятельности наших подразделений. Были показаны образцы современного стрелкового специального оружия, показана тактика действия группы задержания, были показаны современные средства защиты, которые применяются нашим личным составом при выполнении поставленных задач. Не исключение был это показ приемов рукопашного боя, что входит в подготовку каждого военнослужащего и сотрудника. Были показаны элементы тактической медицины. Также в честь нашего празднования проводились соревнования среди учащихся средних образовательных учреждений на базе Иллистинской классической гимназики по пневматической стрельбе. И проведен у нас был чемпионат по футболу среди структурных подразделений нашего управления. Андрей Алексеевич, расскажите, какими качествами должен обладать сотрудник Росгвардии? То есть сейчас какие требования к кандидатам в Росгвардийцы? Основным фактором является состояние здоровья. Хочу напомнить нашим зрителям, что согласно того, когда проводится военно-врачебная комиссия, поступающих на военную службу или на службу, есть степени годности, есть категории годности А, Б, В, Г и Д. Так вот, для того, чтобы попасть, допустим, служить в подразделении в неведомстве охраны, кандидат должен обладать категорией годности А, то есть полностью здоров. На военную службу допускается поступление, это А, полностью здоров, Б, незначительное ограничение по состоянию здоровья. Соответственно, все вот эти категории А и Б, они отдаются им предпочтением. Причем, если вдруг сотрудник или кандидат поступает впервые на военную службу, то на военную службу необходима категория годность А. Ну а если уже служил и поступает нам из запаса, или ранее кандидат служил в органах внутренних дел и поступает нам на службу, соответственно, допускается и категория Б. Значит, призывной возраст для службы начинается с 18 лет, на военную службу до 40, если впервые на службу, если как в органах внутренних дел, то до 35 лет. При этом, каждый поступающий на службу полностью с ним проходится психологическое его изучение, используется даже и полиграф для того, чтобы более качественно изучить кандидата. Не исключение, это его физическая подготовка, состояние здоровья. И в зависимости от его сдачи тех или иных нормативов, данный военнослужащий определяется для последующей службы в какой-либо из подразделений. Качество, которое необходимо, как определил наш руководитель, нашего ведомства, генерал армии Виктор Васильевич Золотов, это необходимо, чтобы и военнослужащие, и сотрудники, которые проходят службу в наших войсках, они обладали высокими морально-деловыми качествами, высокой профессиональной подготовкой. И напомню, что в нашей структуре не место тем, кто допускает коррупционные правонарушения, а также противоправные действия, которые не могут быть в нашей системе вообще. Андрей Алексеевич, нужно отметить, что войска Национальной гвардии Российской Федерации в числе первых, кто находится в зоне проведения специальной военной операции, Республика Калмакия в том числе. Расскажите об этом. Конечно же, как только было принято решение Верховным Главнокомандующим, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином о проведении специальной военной операции, то наряду с Министерством обороны, другими силовыми ведомствами, наше ведомство, как Росгвардия в целом, также было привлечено к выполнению данных специальных мероприятий. Не исключением было и наши два подразделения полиции специального назначения, а также военнослужащие, которые в составе своего подразделения выполняли поставленные задачи. Единственное, отмечу, что задачи выполняют с условием и риском для жизни, но их отличие, как таковое, от наших задач, которые мы выполняем повседневно, мало чем отличается. То есть мы также выполняли задачи по борьбе с терроризмом, с экстремизмом, оказывали силовую поддержку органам внутренних дел, потому что в прошлом году, как вы и знаете, в сентябре месяце произошли референдумы на четырех территориях, это Запорожской, Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народным республикам. Поэтому идет формирование новых федеральных органов исполнительной власти, новых органов внутренних дел, и во взаимодействии с данными органов внутренних дел в новых субъектах, наши ребята, сотрудники и военнослужащие также выполняли поставленные задачи по охране различных объектов, обеспечению различных административных учреждений, и выполняли участие также в специальных мероприятиях, которые им по роду деятельности необходимо выполнять. Могу с удовлетворением отметить от руководства нашего то, что за выполнение поставленных задач наши 15 военнослужащих сотрудников уже были награждены государственными наградами, из них хочу добавить 33, также представленные государственными наградами, и с момента нашего образования, с 2016 года, у нас государственными наградами награждено 90 человек. Какова роль росгвардейцев в военно-патриотическом воспитании молодежи? Принимает ли участие Росгвардия в подобных мероприятиях? У нас есть ведомственная программа патриотического воспитания. Она образована на основании концепции по военно-патриотической работе, которая утверждена приказом. Данная концепция и программа в войсках действуют с 2017 года по 2025 год. В этой концепции определены основные направления работы. Одна, первая, берем ее основная, это военно-патриотическая работа со самим личным составом, то есть военнослужащими и сотрудниками, которые проходят службу. И вторая, она направлена на работу с подрастающим поколением, учащимися студентами, тем, которым предстоит служить как в вооруженных силах, или в войсках национальной гвардии, или в других правоохранительных или силовых структурах. Сама работа направлена на проведение тех мероприятий, конечно же, во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного управления, различными военно-патриотическими клубами, движениями. У нас в данном случае на территории республики хорошее взаимодействие имеется с Министерством спорта и молодежной политики, с Министерством образования. Андрей Алексеевич, ну теперь расскажите о себе, о своей работе. Почему выбрали именно судьбу военного? Я родился в семье военнослужащего. Отец на тот момент, это было в 1971 году, обучался в Ленинграде, в училище внутренних войск. Это сейчас Санкт-Петербургский военный институт, войска национальной гвардии. Ну, знаю, что у меня дедушка, это отец моего отца, он фронтовик. В годы войны, в 1942 году, пошел добровольцем на фронт. И свою службу он закончил в 1947 году в Ленинградском военном округе. Поэтому, как бы, большой дилеммы не было. То есть, с детства знал, что мой отец офицер, как бы, понимал, что служба связана, скажем так, не с постоянным нахождением дома, потому что есть и командировки, есть и какие-то поставленные задачи. Поэтому, уже где-то с класса 4-го, я точно знал, что стану военнослужащим. Единственное, как бы, определялся, какой род войск, как говорится, взять и куда пойти, как говорится, учиться. Вот, потому что было мысль, кстати, десантником, в какое-то время хотел быть пограничником. Ну, в свете, так сказать, советского воспитания, а также тех фильмов, военно-патриотического содержания, как бы, шло, ну, становление и определение. И уже в классе 10-м, на тот момент это был выпускной класс, я твердо решаю, что буду офицером внутренних войск, но это ныне войска национальной гвардии, и поступаю в Ленинградское высшее политическое училище МВД СССР на тот момент. То есть, пошел по стопам отца, закончил тоже учебное заведение, тот же профиль. То есть, я, как сказать, от, как говорится, до корней волос офицер-политработник. Вот, вся моя служба была также связана именно с прохождением и выполнением функции, связанной с военно-политической работой. То есть, эта работа с членом составом, она постоянно направлена и проходит параллельно с обучением. То есть, у нас есть офицеры БВП, они как бы готовят и учат людей там стрелять, метать гранаты, выполнять различные там нормативы по тактике специальной подготовки. То моя работа идет параллельно, то есть, для чего мы это готовим? То есть, мы воспитываем в них какую-то убежденность, идейную убежденность, патриотическое настроение, а тем самым даем, как сказать, тот посыл, то есть, для чего все это? В принципе, как в известном фильме «Офицеры», да, есть такая профессия «Родину защищать». И этим, как бы, все сказано, что это все направлено на то, чтобы качественно и профессионально выполнять на нас возложенные обязанности, поставленные задачи. Ну и в завершении передачи, Андрей Алексеевич, что бы вы пожелали своим коллегам в праздничный день? Я хотел бы вначале перед поздравлением отметить то, что каждый военнослужащий сотрудник со временем становится ветераном. Поэтому выразить большие слова благодарности нашим ветеранам. Дай им всем Бог здоровья. Спасибо им за многолетнюю ту службу, которую они прослужили в войсках национальной гвардии, в правоохранительных структурах. И всем, включая военнослужащих, сотрудников, а также членов семьи, поздравить. С нашим профессиональным праздником, Днем войска национальной гвардии. Пожелайте всем доброго, крепкого здоровья, мирного неба над головой, успехов в службе, карьерного роста и семейного благополучия. На этом передача подошла к концу. Я вас благодарю за участие в нашей программе и тоже поздравляю вас с праздником, успехом в работе. Спасибо. А я напоминаю телезрителям, что гостем нашей программы был заместитель начальника управления Росгвардии по Республике Калмыкия полковник Андрей Медведев. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин